Друзья, всем привет! Меня зовут Валерия. Я приветствую вас всех на своем вышивальном канале. Сегодня 2 июня и я хотела бы подвести итоги мая. Сегодня я снимаю в крайне непривычное для меня время. У нас ночь, вся семья уже спит, но другой возможности снять видео не было, поэтому вот впервые снимаю при искусственном освещении. И надеюсь, что вам удастся что-то разглядеть в приличном виде, просто потому что очень хотелось поделиться своими вышивальными новостями, рассказать о процессах и показать несколько покупок. А начать я хотела бы вот с такой завершенной работы. Завершена она мною было давно, мне кажется, еще в прошлом году у меня есть видео на канале об этой работе. Это набор Dimensions. Элегантные орхидеи, если я не ошибаюсь. Я подробно рассказывала вам об этом наборе, об этом процессе и демонстрировала завершенную работу. Почему показываю сегодня? Просто потому что у меня дошли наконец-то руки до ее оформления, и оформить мне ее захотелось в подушку. Вот таким вот образом. На самом деле совершенно незамысловатая подушка. Это была уже готовая наволочка. Я приобрела ее с огромной радостью, просто потому что я совершенно не люблю шить. Это у меня получается все крайне плохо и отнимает огромное количество времени. Но эту вышивку мне хотелось видеть именно вот в таком прикладном виде. Поначалу мне было жалко ее оформлять в виде подушки. Безусловно, она будет декоративного характера. Но провисев, да, провисев около года на вешалке, я поняла, что нет. Нужно уже в конце концов ее довезти до ума. И съездила в магазин, купила готовую наволочку. С удовольствием пришила ее. Сначала еще хотела оформить более торжественно какую-нибудь... Думала, может быть, что-то ажурное пришить по периметру, чтобы как-то украсить. Но потом подумала, что цветы и так достаточно яркие и не нуждаются в каком-то дополнительном оформлении. Поэтому оформила вот так достаточно лаконично и с огромным удовольствием поставила ее на черный пуфик. Она очень здорово смотрится. На ней, конечно, никто не спит, не лежит. Но она здорово украшает нашу комнату. Так что, если вам нравится такого рода оформление, для меня, кстати, это совершенно нетипичное оформление. Это вторая моя работа, которую я оформила в прикладном виде. Все началось с того, что я решила переделать вышитую гобеленом подушку для дочери. Потом решила из этой сделать наволочку. И в итоге еще одну оформила тоже в виде наволочки. Это работа с оленями. Олени в лесу тоже от Dimensions. Она у младшей дочери. К сожалению, не смогу продемонстрировать ее в этом видео. Но в другом. Думаю, что с удовольствием вам покажу. Но мы будем двигаться дальше. Я ее сдвину. Кстати, тут вот попал на передний план такой блокнотик. Он на самом деле не имеет никакого отношения ни к наборам, ни к схемам. Разве что только вот обложка. Видите, на ней вышивка, как мне кажется. Возможно, это гобелен. А может быть и крестик. Тут сложно разглядеть. Но мне ее положили в подарок, когда я приобретала его, точнее, этот блокнот. Когда я приобретала разные вышивальные принадлежности. И вот такое чудо чудесное положили. Я никогда не видела этого блокнота раньше. И не смогла в него не влюбиться. Ну а сейчас мы приступим к моим процессам. И показ мне хотелось бы начать. Вот с такого набора Dimensions Sweetness of Nature. Номер набора 13631. Это счетный крест. Не часто встречающийся в продаже набор. Давно снят из производства. Он был моей вышивальной мечтой. И я его начала не так давно. И ужасно просто гликует. Вот я вытащу. Вот так. Возможно будет чуть меньше. Но тоже глики есть. Здесь у меня лежит родная основа. Это Аида какого? Шестнадцатого? Или какого? Да, шестнадцатого каунта в Грея Аиды. Я ее заменила. И вот что у меня есть на сегодняшний день. Для наглядности покажу вам обложку. Чтобы было понятно. Я начала с нижней части. Вот это вот фуксия изображенная внизу. И потом стала двигаться вправо. Постепенно поднимаясь вверх. Ну вот так вот будет нагляднее. Сказать, что мне нравится процесс. Это не сказать ничего. Он меня увлек. Я погрузилась в него с головой. И доставляет мне просто невероятное наслаждение. Относительно основы, на которой я вышиваю. Это Blue Whisper Belfast 32 аккаунт. То есть я сохранила аккаунт, заменив шестнадцатую Аиду на тридцать второй Belfast. Он не однотонный. Он с разводами бледно-зелеными. И вышивать на нем, конечно, невероятное удовольствие. Я очень рада, что заменила основу. И работает, продвигается просто очень-очень быстро. И если бы не ее конкуренция с другими процессами, то, мне кажется, за месяц такой набор вышить было бы вполне реально. Вышивается в основном в две нити. Преимущественно крестом. Есть и полукрест, но полукрест у нас используется вот в листьях. Точнее, в тени листьев. Насколько я понимаю, это тень, падающая от листьев. Что касаемо ниток. Нитки очень красивые, но их совершенно немного. Вот если вы обратите внимание, у меня отшита половина работы. А ниток осталось совсем немного. Но, в принципе, так же, как и работы. Потому что правая часть, мне кажется, здесь определенно больше левой. Соответственно, и ниток будет расходоваться меньше. Вот очень красивые оттенки. Здесь есть бленды. Блендов совсем немного. А именно три штуки. Они все в сочетании розовых оттенков у нас. И вот такие. Очень красивые, спокойные. Они не слишком яркие. Потрясающе красивые цвета. Вот. И что касаемо схемы. Схема замечательная. Она на одном большом листе. Я покажу вам для наглядности. Видите, здесь очень здорово все пропечатано. Она достаточно крупная. Разработан набор, кстати, был не так давно. Но, ну как, наверное, уже давно, 96-й год. Мне что-то казалось, что он в 2000-х, в начале 2000-х. Но нет, это 96-й год. И вот видите, какая замечательная схема. Ну и, соответственно, если вот тут у нас середина, то, как вы можете заметить, ну, я подбираюсь к середине. До нее осталось совсем чуть-чуть. И экватор будет преодолен. Ну и относительно цветов. Их тоже, в принципе, не так много. Тут крест в две нити. Полукрест в одну ниточку. И полукрест в две нити. Вот, также здесь есть бэк и несколько французских узелков. Бэк, кстати, здесь очень разноцветный. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть цветов бэка. Тоже в разное сложение, в разное количество сложения нитей. И, например, вот в одном цветочке, в одной фуксии может быть использовано несколько самых разных цветов. Например, от темно-серого, такого угольного цвета, до темно-бордового. То есть достаточно такой приличный разброс. А в листьях присутствуют в основном либо темно-зеленый, либо темно-коричневый. И мне кажется, вам это тоже заметно. Вот. А в самих цветочках, вот вам видно, тут есть белый, белым цветом бэк. Он в две нити. И заметно отличается от всего остального бэка, который дальше только в одну нить у нас встречается. Вот. Красивая работа. Она у меня в процессе, поэтому он, безусловно, не отглажена. Я обязательно покажу ее вам уже в готовом виде. Вот. Это был мой первый процесс. Будем двигаться дальше. Так. Следующий процесс, который, к сожалению, двигается совсем не так быстро, как хотелось бы. Это вот такое сокровище. Это вот такое сокровище Нэнтакита. Тоже давно снятый с производства набор. Его номер 35-121. Особенность данного набора в том, что он вышивается на принтованной аиде. В связи с этим я не стала ее заменять и покажу вам, что у меня есть на сегодняшний день. Выглядит это вот таким вот образом. Я не знаю, почему, но этот процесс продвигается у меня крайне медленно. Он мне нравится. Очень нравится. Здесь много полукреста. Но львиная доля все-таки принадлежит кресту. Однако продвигается не быстро. Возможно, из-за того, что здесь очень много зеленых оттенков, может быть, от того, что синих. Я, в принципе, и к тем другим оттенкам отношусь хорошо. Но вот почему-то очень долго у меня это все продвигается. Хотя 14-ая аида вроде бы должно бы все так быстро быть, но нет. И я читала отзывы девочек, они вышивают его, вышивали достаточно быстро, там укладываясь в один месяц. У меня нет. Я почему-то постоянно берусь за что-то другое и откладываю его в дальний ящик. А здесь у нас схема разделена на две части. И она тоже так не совсем пополам поделена. Видите, здесь большая часть находится на одном листе и совсем небольшой кусочек на втором. Но нужно заметить, что она крупная. Значки неплохо различаются. То есть никаких сложностей нет. Все хорошо читается. Здесь очень много бэка в цветах, очень много французских узелков. Я их стараюсь сделать сразу же. Ну вот, почему-то не складывается у меня пока со скоростью в этом процессе. Хотя вроде бы лето, и я люблю морскую тему, но пока не так быстро, как хотелось бы. Цвета красивые, цветов здесь много, ниток тоже много. Преимущественно это пастельные тона. Очень мягкие, спокойные, красивые. Ну, не на что пожаловаться. Работа вышивается легко, не нудно. Мне невероятно нравится итог, который должен получиться. Он меня увлечет. Я к нему стремлюсь, но все-таки не семимильными шагами что-то я как-то вот ползу. Я не люблю растягивать свои процессы, поэтому буду все-таки стараться больше уделять внимание ему. Потому что надо завершать. Так, следующий процесс. Это тоже Дим. Вот такие вот игрушки. Old World Holiday Ornaments. Очаровательнейшие. Тоже моя давнишняя мечта. Никогда он мне не попадался по приемлемой цене. А тут вот произошла такая удача. И я у женщины, распродававшей набор, который она передумала вышивать, с огромным удовольствием его приобрела. Номер его 8813. Это набор из шести игрушек. Они небольшие. По 10 сантиметров в диаметре. Прекрасная разработка. Вышиваются на 18-го каунта Аиде цвета слоновой кости. И вот что у меня есть на сегодняшний день. Вот такая красота. Первая игрушка завершена. Кардинал готов полностью. Здесь все сделано как положено. Пришит бисер. Сделана и выкладная нить, и кординг, и коучинг. В общем, все, что хочешь. Непростая игрушка. Она требовала терпения. Здесь огромнейшая россыпь и одиночек. И по 2-3 крестика. Ну, это понятно. Ведь на таком небольшом отрезке ткани нужно было вот такую красоту создать. Поэтому стоило ожидать сложности. Но нужно заметить, что пуансетти у меня вышивается еще сложнее, чем кардинал. Я что-то вот надеялась, что с ней все будет гораздо легче. Но нет. Я в ней путалась просто бесконечно. И опять же здесь обилие зеленого. Я с ней вожусь гораздо дольше, чем с кардиналом. Здесь у меня еще пока нет бэка. Но большая часть креста уже завершена. Я делала здесь ошибки. Их было очень много. Распарывала, начинала снова. Почему-то я сбивалась. Вот. Но сейчас уже вроде как все выведено на финишную прямую. Осталось только вот сделать фон. Ну и плюс еще, конечно же, вот покажу вам крупным планом эту игрушку. Тут есть шишки. И чувствую, что повозиться с этими шишками мне придется тоже. Но, конечно же, бисер тоже есть. И бэка еще впереди много. Но все-таки виднеется уже финиш на горизонте. Почему я вышиваю в такой последовательности? Да просто они так на самом деле расположены на схеме. Никакой особой хитрости в этом нет. Вот я открыла. Первая под цифрой 1 шел кардинал. Под второй цифрой расположена пуансетия. Ну и я так и следовала схеме. Все на одном листе. И вот, ну, вы видите, мне кажется, это очевидно, что бэка здесь очень-очень много просто россыпь. И каждый малюсенький листочек, лепесточек, все в бэке, все во фрузилках. Вот поэтому, конечно же, это требует внимания. И еще, когда я вышивала круг, то в первой игрушке вот этот вот орнамент, я сбилась, что-то у меня там тоже пошло не так. Распорола, начала заново. Ну вот уже со второй игрушкой, по крайней мере, с орнаментом проблем не возникло. Все прошло довольно гладко. Ну вот, спонсы эти были какие-то запинки. Теперь мне интересно, как же будет дальше. Следующая игрушка, это вот, что у нас здесь? А, это вот эти вот воробушки или синички. И что тут воробушки, да, они располагаются такой парочкой очаровательной. Вот, я думаю, что я уже наберусь опыта и с ними справлюсь уже быстрее. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот, что касаемо ниток. Ниток тут очень-очень много. Бисер я заменила на Милхилл. Просто потому, что именно в этой работе мне хотелось более блестящего бисера. А тот пластмассовый мне, или какой он там, пластиковый, не очень хотелось брать, который был в наборе. Вот, не было еще органайзеров в этом наборе, поэтому я делала их самостоятельно. И вот на двух планшетках расположены такие вот цвета. Цвета очень красивые. Безусловно, большинство из них рождественские, красно-зеленые, желтого тоже много. Вот, очень красивый набор. Потрясающая разработка. Я вышиваю с огромным энтузиазмом. Здесь вы видите и креста, и полукреста. Огромное количество. Но большая часть вышивается в две нити. Это не может не радовать, потому что... Мне кажется, на 18-й аэзи самый оптимальный вариант вышивать в две нити. Поэтому как-то все вполне логично. Так что это был мой третий процесс. И покажу вам еще один процесс. Мой новый старт, о котором я вам рассказывала совсем недавно. И многим из вас он очень понравился, включая меня. Тот самый процесс, который хотелось начать вот прям уже вчера. Это кардиналы. Кардиналы, светящиеся в темноте. Evening Glow Cardinals. Вот именно так называется этот набор. Это разработка Эльзы Уильямс. Данный набор встречается нечасто. Если говорить относительно меня, то мне он попался впервые. Причем я его не видела ни в продаже, ни в процессах, ни в готовых работах. Но я не состою ни в каких вышивальных группах. Поэтому, возможно, вам он покажется более знакомым. Для меня это была полнейшая неожиданность. Я была уверена, что я хорошо знакома с наборами Эльзы. И когда увидела этот, я подумала, что это скорее всего либо гладь, либо еще какой-то другой вид вышивки. Но нет, моему счастью не было предела, когда я увидела, что это счетный крест. На наборе не указано, в каком году он был издан. Размер его приличный. 30 на 41 сантиметр. Вышивается на аиде 18 каунта цвета айвори. Точнее, именно так было задумано автором. Но мне невероятно хотелось заменить здесь основу. И в прошлый раз я рассказывала вам об этом. Сначала я сетовала на то, что мне не хочется возиться с 36 каунтом льна, на который я хотела заменить. Хотелось что-то покрупнее вязать. Но потом, рассмотрев схему, я поняла, что вышивается он в одну нить. И подумала, что будет крайне нелепо менять на более крупный каунт набор, который вышивается в одну ниточку. Все расплывется, будет все совсем не так красиво, как было запланировано. Терзали меня смутные сомнения. И в общем, в итоге начала я вышивку на 40 каунте. Было забавно, как я жаловалась в прошлый раз, что нет, я не хочу брать 36-й. В итоге взяла 40-й. И вот что у меня есть на сегодняшний день. Вот такая красота. Я невероятно довольна результатом, друзья. Мне очень нравится. Очень-очень-очень нравится. Покажу. Выложу вот так, чтобы вам было чуть получше видно. Что касаемо льна, это R&R Reproductions. Я не знаю, честно говоря, сейчас они еще издаются. Может быть, есть, а может быть и нет. Но у меня в запасах было очень много самых разнообразных оттенков льна. Я в прошлый раз советовалась с вами. И перебрала огромное количество, прикладывала нитки. И этот вот просто сразил меня. Я решила даже закрыть глаза на то, что он с 40 каунта. Я поняла, что я хочу вышивать именно на нем. И вижу завершенную композицию именно на этом льне. Я долго колебалась, подходит ли, не подходит. Я очень переживала, чтобы самочка кардинала, которая, собственно говоря, перед вами, не сливалась с общим фоном. И, опять же, я была очень-очень рада. Выдохнула с облегчением, потому что получилось все здорово. Она, как мне кажется, абсолютно не слилась. Она здорово выходит на передний план. И соотношение каунта и цветов, мне кажется, замечательный. Я покажу вам чуть поближе сейчас нитки. Здесь используются у меня два органайзера, таких обыкновенных бабочек. Многим, наверное, тоже хорошо знакомых. Это первый органайзер. Здесь, видите, такие очень яркие, жизнерадостные оттеночки. И на втором совсем немного цветов, буквально пять оттенков. Это уже более темные, более мрачные тона. И используются они в основном в фонаре. Так, что касаемо схемы. Схема здесь черно-белая, но она крупная. Крупные значки не похожи друг с другом, не перекликаются. И относительно ключа, ключа как такового нету. Здесь есть просто вот такой вот, видите, ключ, где указано, что цифра 1 это полный крест, 2 backstitch, 3 полукрест и straight stitch под номером 4. Ну и, соответственно, у нас на схеме есть отсыл к этим цифрам. Вот видите эти линии на кардинале. И тут стоит циферка 2, которая объединяет еще и фонарь. Соответственно, мы делаем вывод, что и кардинал, и фонарь обводятся бэком, потому что именно он скрывается под номером 2. Ну и так далее. Полукрест, к огромной моей радости, я люблю полукрест, у нас присутствует вот в заднем фоне, где есть дома. И также свет, исходящий от фонаря, это тоже полукрест. Я когда подбирала цвета, еще тоже, опять же, переживая по поводу девочки-кардинала, самочки, пригляделась потом к самой отшитой работе и подумала, ведь на самом деле очень много оттенков светло-желтого используются в самом фонаре и вот в заднем фоне. И они были очень и очень близки к цвету аиды, которая лежит в наборе. Вот она представлена перед вами. Видите, ну, обычный цвет айвори. Ну вот, если сравнить с моим льном, то вам совершенно очевидно, насколько он светлее. Точнее, она, аида, насколько светлее льна. Вот, и, ну, не буду скрывать, мой вариант мне нравится все-таки больше, потому что это сумерки, и вот такой приглушенный, спокойный цвет у меня гораздо больше ассоциируется с закатом. Поэтому я очень рада своему выбору. И почему я выдохнула с облегчением? Потому что вот таких светлых оттенков больше не будет. Дальше уже будут более темные цвета, которые 100% будут хорошо выделяться на фоне моего льна. Так что дальше переживать не из-за чего. Дальше все будет только самое интересное. Вот, мне будет интересно ваше мнение по поводу выбора льна. Мне кажется, что вы тоже одобрите, хотя, возможно, и нет. Вот, так что вышивается несложно. Единственное, что вот, когда я вышиваю в ночное время, то я беру другие процессы. Не получается даже при очень хорошем искусственном освещении я допускаю ошибки, и глаза сильно устают. Поэтому стараюсь вышивать его только днем, избегая общения с ним в ночное время. Вот, и это были все мои майские процессы. Напоследок я хочу вам еще показать две свои покупки. Покупки были незапланированными, но невероятно радостными. Первый набор это Sunsets Dimensions, да, всем нам хорошо известный. Это Tropic Flowers, тропические цветы. Тоже очень старенький наборчик, 1994 года, и мне он очень понравился. Безусловно, я его не вижу на аиде 14-го каунта белого цвета, представленное здесь. Мне хочется что-то более винтажное подобрать. Размер его 15 на 45 сантиметров. Здесь очень красивые цвета. Посмотрите, они просто какие-то конфетные. Очень красивые. Я просто не могу оторвать от них глаз. То кошки играли, теперь пес пришел попить воды, поэтому простите за лишние звуки. Я думала, что в ночное время у меня дома будет тихо, но нет. Я ошибалась. И номер набора 13586. Вот он такой красивый, очень-очень яркий. Здесь цветочное изобилие. Здесь есть цветы на любой вкус. Красивые, но просто прекрасные. Вышивать надеюсь, что буду скоро, но не в ближайшее время, потому что очередь и так выстроилась большая. И еще один набор, который я приобрела, это совершенно неожиданный для меня набор. Такого я еще вообще, честно говоря, никогда не видела. И просто ахнула, потому что он меня сразил своей красотой. Это Буцилла. Номер набора 41969. Золушка. Вы знаете, часто говорят, что если ты озвучиваешь свои желания, то вот что-то такое происходит, что все складывается благополучно, и иногда наши мечты сбываются. Так вот, совсем недавно я показывала вам набор от Миробилии принцессы Элиана. И говорила вам, что заинтересовал он меня тем, что напоминает Элиана мне, напоминает Золушку. И каково же было мое удивление, когда спустя несколько дней я увидела в продаже вот этот очаровательнейший набор. Но женщина продавала несколько наборов, в том числе и его. Она не хотела делить лот. Ну, в общем, я приобрела все наборы, которые она продавала, с огромной радостью, потому что они достаточно интересные. Но многим из вас хорошо знакомы, поэтому я не хотела бы сейчас заострять на них внимание. А вот этот набор мне понравился просто невероятно. Я никогда его не видела в продаже. И точно так же, как и с набором от Кардиналов, от Эльзы Уильямс, я просто ахнула и не могла поверить своим глазам, что да, это оказывается счетный крест. Размер его 45 на 35. Он достаточно большой. Вышивается на 28 каунта равномерки в две ниточки. В набор входят и бисер, и какие-то маленькие жемчужинки, и блендинг филамент, и золотая ниточка металлик, и четыре позолоченных шармика, ну и, конечно же, иголка. Разработан набор был в 98 году. Что касается схемы. Схема разработана с Энди Ортон, но Cooler Design Studio продает эту схему, и, насколько я поняла, она сейчас тоже в доступной продаже. Единственное, что нужно, вот будет просто подобрать ниточки. Но, опять же, если там покупать на 1, 2, 3 стич, или там еще на каком-то сайте, то можно выбрать опцию «Приобрести сразу все», и вложено будет все, и нитки вами будет приобретена полная комплектация. Здесь ниточки Буциллы, как я смогла разглядеть, сквозь пакет, тут их два, и цвета очень красивые. Они отличаются, нитки Буциллы отличаются от ниток DMC, и мне нравится вышивать вот такими винтажными нитками. Как мне кажется, у них очень насыщенные цвета, очень приятные. Вот. Вот такой вот металлик, да, здесь блендинг, филамент очень-очень тоненький. Я не вижу, какие здесь шармики, но уверена, что они будут красивыми, и, судя по обложке, можно сделать вывод, где они располагаются. Это, вот видите, здесь у феи ключик и медальон какой-то, и на волшебной палочке наконечник со звездочкой. Что мне еще понравилось, это вот очаровательные мышки, которые представлены по углам. Одна из мышек держит хрустальную туфельку, одна просто тут прячется под листиками, одна горделиво выседает на тыковке с любопытством, поглядывая на главных персонажей, и еще одна вот в таком башмаке притаилась. Ой, какая же эта красота! Я не могу вот просто оторвать взгляд. Вы знаете, я получила этот набор, и мне кажется, я потом еще несколько дней подряд смотрела, каждый раз проходя мимо него, я даже не убирала его в свои закрома, просто потому, что мне доставляло огромное удовольствие рассматривать эту картинку. В каждой из нас живет вот эта маленькая девочка, которая до сих пор верит в сказки и не теряет надежду в то, что добро всегда побеждает зло, а значит, такие наборы имеют место быть. И если вам будет интересно, я могу в одном из своих следующих видео открыть этот набор вместе с вами и показать и рассказать более подробно обо всех комплектующих. Вот. Ну, а сегодня, я думаю, что нужно мне закругляться, видео и так затянулось. Я благодарю вас всех за просмотр, желаю вам всем доброго здоровья, пускай все будет хорошо, пускай мечты сбываются, и добро всегда побеждает зло. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok